Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 22.26. Определите число решений системы уравнений. Для того, чтобы определить число решений системы уравнений, нужно построить графики, функции, входящих в систему, а затем найти точки пересечения этих графиков, число точек пересечения, и будет число решений системы. Итак, в пункте А нам дана такая система. Первая функция у равно 2х в квадрате минус 6х плюс 1. И вторая у равно 3. Строим график первой функции. Первая функция – это квадратичная функция, и графиком ее будет парабола. Для того, чтобы построить эту параболу, запишем коэффициенты этой квадратичной функции. Старший коэффициент, коэффициент при х в квадрате равен 2, коэффициент в равен минус 6. Зная эти коэффициенты, мы можем определить координаты вершины параболы. Координата х, х нулевой, будет равна, рассчитываем ее по формуле, минус b делить на 2а. 2 на 2. Итого будет 6 четвертых или 3 вторых. Для того, чтобы определить координату у, мы подставляем найденную координату х в уравнение. Значит, 2 умножить на х в квадрате. Х в квадрате – это будет 9 четвертых. Минус 6 умножить на 3 вторых и плюс единица. Так, 9 четвертых на 2 – это будет 9 вторых. Сократили. И минус 6 на 3 вторых – это будет минус 18 вторых. И единицу мы можем записать как 2 вторых. И тогда в итоге у нас будет… Сложим числители. 9 минус 18 минус 9 плюс 2 – это будет минус 7. Значит, у нас получается минус 7 вторых. Это координата у нулевая. Теперь на координатной плоскости отметим вершину параболы. 3 вторых. Ну, это вот 1 целая, 1 вторая. И минус 3 целых, 1 вторая по у. Вот у нас вершина параболы. Коэффициент а равен 2. Это положительный коэффициент. Значит, парабола направлена ветвями вверх. Для того, чтобы построить параболу, определим несколько точек. Ну, вначале мы проведем ось симметрии параболы через вершину параболы. Проведем эту ось симметрии. И теперь определим несколько точек. f от 0. Определим значение функции при х, равном 0. у будет равно 1. Значит, при х 0, у равно 1. Вот эта точка. Парабола симметрична относительно своей оси, поэтому мы сразу можем отметить точку противоположную. Вот эту точку можем отметить. Но, имея три точки, мы можем уже провести параболу, которая будет уравнением первой функции. Теперь тут же строим уравнение второй функции. Вернее, строим график второй функции. y равно 3. Графиком этой функции будет прямая, проходящая через отметку y равно 3. И параллельная оси х. Вот эта прямая. Ищем точки пересечения. Вот одна точка пересечения. Вот вторая точка пересечения. Значит, число решений системы – 2 решения. Пункт b. В пункте b первая функция y равно x в квадрате минус 2x. Тоже функция квадратичная. Второе уравнение 2x минус 3y равно 0. Так, запишем коэффициенты первой функции, квадратичной функции. Коэффициент а равен 1. Коэффициент b равен минус 2. Тогда x нулевое равно минус b в числителе, в знаменателе 2а. Так, получается у нас плюс единица. Теперь определим y нулевое. y нулевое будет равно 1 в квадрате 1 минус 2 умножить на 1, 2. Итого минус 1. Итак, мы определили координаты вершины параболы. Отметим вершину на координатной плоскости. x единица, y минус единица. Минус единица. Вот вершина параболы. Проведем сразу ось параболы. Параболы у нас с положительным коэффициентом, направленной ветвями вверх. Рассчитаем несколько значений. f от 0 определим. При x равном 0, y равно 0. Значит, наша парабола проходит через начало координат. Но для этой точки мы можем отметить симметричную точку. Получается, что f от 0 равно f от 2. Вот две точки. Ну и, в принципе, через эти две точки мы можем провести параболу. Так, параболы у нас есть, график первой функции есть. Теперь построим график второй функции. Ну, мы немножко преобразуем. Мы 3y перенесем вправо, а затем поменяем местами левую и правую часть. И у нас получится 3y равно 2x. Так, ну, графиком этой функции будет прямая. Если мы зададим значение x, то определим значение y, и нам нужно две точки отметить, чтобы эту прямую через них провести. Если x – 0, то y – 0. Одна точка у нас уже есть. Если x равен 3, то y тогда будет равен 2. 3, а y – 2. Вот точечку определили. Теперь через эту точку проводим прямую и смотрим, сколько точек пересечения с параболой у нас получилось. Вот первая точка, и вот вторая точка пересечения. Две точки пересечения. Система имеет два решения. Пункт В. Так, в пункте В система у нас такая. Первая функция y равно минус 3x в квадрате плюс 12x и минус 5. И вторая y равно минус 5. Первая у нас квадратичная функция. Запишем ее коэффициенты. Коэффициент а равен минус 3. Коэффициент b равен 12. Рассчитаем x нулевой. x нулевое равно минус b разделить на 2а. На 2 минус 3. Получается плюс. И 12 разделить на 6. Плюс 2. Рассчитаем x нулевое. x нулевое будет равно минус 3 умножить на 4. Это будет минус 12. Плюс 2 умножить на 12. Это будет плюс 24. И минус 5. Итого плюс 12 минус 5. Это будет плюс 7. Итак, координаты вершины параболы мы знаем. Тогда в системе координат отметим эту точку. 2 и плюс 7. Вот 6 и вот 7. 2, 7. Вот вершина параболы. Коэффициент а отрицательный. Парабола будет направлена ветвями вниз. Определим f от нуля. При x равном нулю, y равно минус 5. Отметим эту точку. x нуль, y минус 5. Вот. Так. И теперь мы проведем ось параболы. Она проходит через вершину параболы, параллельно ось у. И относительно оси симметрии мы отобразим полученную точку еще вот таким образом. Мы получим еще одну точку, через которую проходит наша парабола. Ну, теперь можем эту параболу провести через точки. График первой функции есть. Графиком второй функции, y равно минус 5, будет прямая, проходящая через отметку минус 5 по y и параллельная оси ух. Вот эта прямая. И таким образом у нас получается две точки пересечения. А раз точек пересечения две, значит, наша система имеет два решения. В пункте g у равно минус 4х квадрат плюс 4х плюс 2. И второе уравнение 3х минус 2у равно 0. Так, запишем коэффициенты первой квадратичной функции. А равно минус 4. b равно плюс 4. х нулевое тогда равно минус b разделить на 2а. Это будет равно плюс 1 вторая. Рассчитываем у нулевое. у нулевое будет равно минус 4 умножить на х в квадрате на 1 четвертую. Это будет минус 1. Так, и плюс 4 умножить на 1 вторую. Это будет плюс 2. И плюс 2. Итого будет плюс 3. Плюс 3, да. Так, координаты вершины параболы у нас есть. Отмечаем точку вершины параболы. х 1 вторая, а у плюс 3. Вот наша вершина параболы. Проведем ось симметрии. Одна точка у нас уже есть. И определим f от нуля. f от нуля у нас будет, если мы подставим х равно нулю, подставим, то получим у равно 2. Отметим эту точку. При х равном нулю, у равно 2. Отметим симметричную точку. Вот эту точку. Ну и проведем через источки параболу. Получим график первой функции. Теперь для того, чтобы построить график второй функции, а это будет прямая, мы перенесем 2у вправо и поменяем местами правую и левую часть. У нас получится 2у равно 3х. Графиком этой функции будет прямая, проходящая через начало координат. Потому что при х равном нулю, у равно нулю. Это первая точка и вторая точка. Если х равно 2, то у равно 3. х 2, у 3. Вот две точки. Через две точки проводим прямую и получаем две точки пересечения, полученные прямой и параболы. Значит, графики функции пересекаются в двух местах. Значит, система имеет два решения. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует...